Доктор физико-математики Доктор физико-математических наук Сергей Попов, здравствуйте! Здравствуйте! Наша уважаемая аудитория, вам тоже привет, хорошего часа! Если ты хочешь стать участником факультатива, пиши нам на сайте по хэштегам или просто следи за новостями, потому что это не так сложно, следи за темами, которые мы будем снимать в программе факультатив, и, возможно, ты будешь следующим, кто продискутирует на какую-то тему. Но мы, пожалуй, начнем. И наша сегодняшняя тема – это актуальные проблемы астрофизики. Звучит угрожающе. И, если честно, довольно сложно с первого раза так понять, про что же мы будем говорить. Сергей, что есть астрофизика, что это за наука и почему считается, что это одна из самых быстро развивающихся наук? Астрофизика – наука маленькая достаточно. Это часть астрономии, и сейчас астрономия, по большому счету, ассоциируется именно с астрофизикой. Давайте вначале решим, на ваш взгляд, чем принципиально астрофизика или астрономия отличаются от других наук? Что с ней не так? Астрофизика – это, вероятно, наука о движении космических тел, о их жизни и о их физике. А астрономия – это положение звезд. Ну, а астрономия – да, это нечто более общее. Она в себя включает и астрофизику, и астрометрию, и небесную механику. Что астрономия – это теоретическая астрофизика, уже с практической стороны, наверное, рассматривать вопрос. Тоже нет, но немножечко теплее в том смысле, что можно поговорить о том, что такое практическое, а что такое непрактическое. Астрономия или астрофизика – это единственная наука, в которой мы только наблюдаем те объекты, которые изучаем. То есть мы не можем прямо покопаться внутри какой-нибудь звезды, столкнуть две галактики, уронить что-нибудь в черную дыру. Мы можем только наблюдать это. И это, наверное, самая главная особенность астрофизики. А так вообще это часть физики, просто связанная с небесными объектами. Поэтому многим нравится ее изучать. Я вот иногда с ужасом думаю, что люди, может быть, я, занимаются астрофизикой, отчасти потому, почему люди читают глянцевые журналы из жизни звезд. Почему? Потому что они этих звезд не могут потрогать ничего. Они вот для них существуют, как такие далекие объекты. Хотя на самом деле вырезать аппендицит к какому-нибудь известному артисту, это, наверное, ничуть не интереснее, чем просто вырезать аппендицит или зубы лечить. Но, тем не менее, разница между астрофизикой и многими другими частями физики примерно такая же. Наверное, более интересные объекты исследований. И мы сегодня попробуем поговорить о том, чем люди сейчас озадачены и что в ближайшее время будут делать. Где могут быть какие-то прорывы. Как я сказал, астрофизика – наука маленькая. В ней в год появляется всего где-нибудь 10 тысяч статей. То есть 10 тысяч результатов, которые заслуживают некого внимания. Реально число публикаций немножко побольше. Но вот 10 тысяч – как такое число круглое и понятное. И можно примерно представить, о чем в течение ближайших лет астрофизики в основном будут писать. Над чем они будут работать, где они будут получать главные результаты. Почему это можно сделать? Сделать это можно по той простой причине, что в основном астрофизика, как наблюдательная наука, она движется наблюдениями. То есть нам нужны более современные средства наблюдений. Совсем, грубо говоря, нам телескопы нужны больше. Но на самом деле дело не только в этом. Ведь, например, у вас в сотовых телефонах у всех есть, наверное, камеры. И они становятся все лучше и лучше, а больше они от этого не становятся. Есть две разные составляющие. Первая – это действительно размер. Действительно вы понимаете, что профессиональная камера действительно большая. Для телескопа это еще важнее. Понять это очень просто. Почему нам нужны большие телескопы? Вот представьте, вы идете по пустыне, вам жарко, воды нет, вы уже фактически умираете. И вдруг на короткое время начинает идти дождь. Ваши действия. Первый вариант. Собирать себе воду. Второй. Собирать вот что-то. Если вы просто откроете рот и будете стоять, у вас попадет ровно столько воды. Какой у вас размер рот? Так, вот так, уже побольше. С открытым ртом бегать. От этого, кстати, ничего не изменится. Еще какие идеи? Да, наверное, никаких. Что мы будем собирать? С чем-нибудь в пустыне. Вот. Нужно, самое главное, собирать воду с большой площади. Если вы идете почему-то в каком-нибудь брезентовом плаще или полиэтиленом, вы его расстилаете, если у вас там пакет пластиковый где-то остался, вы немедленно начинаете собирать воду. Астрономы находятся в точно такой же ситуации. Далекие объекты слабые. Мы хотим их изучать. Иногда и близкие объекты слабые. Мы, чтобы двигаться дальше, должны наблюдать детально все более слабые объекты. Поэтому нам нужно собирать все больше света. У телескопа самая главная часть та, которая собирает свет. То есть не тот, например, какой он длинный, а каков диаметр объектива, если это оптический телескоп. Или если это радиотелескоп, какова площадь, размер антенны. Вот люди собирают излучение, а потом кидают на приемник излучения. Когда-то это был просто глаз. Потом начали фотографировать, теперь появились электронные приемники излучения. И тут кроется вторая вещь, связанная уже со смартфонами. И в совершении лучше становятся именно приемники излучения. Их тоже надо периодически менять. Вот, например... Да, простите, какая разница между электронными и теми приемниками, которые были до этого? Как далеко они видят, если можно так сказать? Ну, прямо так, как далеко, наверное, тяжело будет ответить. Но электронные, во-первых, они действительно чувствительные, как правило. Во-вторых, просто проще работать с информацией. Вы ее сразу получаете в цифровом виде. Потому что на самом деле за скупыми строчками новостей астрономы увидели, кроется, как правило, несколько месяцев или несколько лет работы. Вот вы можете прочесть какую-то новость. Астрономы увидели что? А если вы полезете в статью, вы с удивлением узнаете, что наблюдения они проводили в каком-нибудь 2004-2009 году. Спрашивают, что они делали с тех пор. Они обрабатывали. Обрабатывали эти данные. Может быть, писали новое какое-то программное обеспечение для обработки этих данных. И пытались вытянуть результаты, поскольку мы всегда работаем в любой большой науке. Действительно, вот на пределе. Еле-еле там что-то видно. И мы пытаемся надежно это вытащить, разглядеть. Так вот, поскольку нам нужны большие телескопы, большие инструменты, набитые современной электроникой, это все долгий процесс их проектирования, финансирования, кстати, постройки и работы с ними. Поэтому мы можем сказать, какие инструменты будут работать в ближайшие годы. И поэтому мы можем говорить, какие задачи люди будут решать. Реально. Поскольку есть всякие интересные вопросы, например, что находится внутри черной горы. Мы не знаем, что находится внутри черной горы. В ближайшее время не узнаем, потому что оттуда к нам ничего не попадает. Поэтому задача как бы актуальная, наверное, астрофизическая, но вряд ли мы в ближайшие годы продвинемся. А я поговорю, если успеем, где-нибудь о пяти-шести задачах, в которых мы надеемся на довольно существенное продвижение. И начнем мы с темного вещества. Или, как иногда говорят, с темной материи, что просто является калькой из английского dark matter. Темная материя и черные дыры – это одно и то же или это разные вещи? Теперь мы знаем, что это разные вещи. То есть темная материя – это нечто, что есть во Вселенной, что мы не видим, но оно тяжелое. А что… Подождите, давайте разберем сначала, что есть Вселенная. Это что-то осязаемое, это мы можем найти границы, или же Вселенная, она бесконечна? Мы не знаем. Что мы знаем? Мы знаем, что есть мир галактик, мы можем его наблюдать. Мы смотрим, ну, естественно, не смотрим глазом, мы получаем изображения далеких объектов. И мы установили почти сто лет назад, что Вселенная эволюционирует как целая, она расширяется. И мы знаем, что миру, как мы его знаем, примерно 13-14 миллиардов лет. То есть когда-то не было не только каких-нибудь предметов в этой комнате, не было элементарных частиц, из которых эти предметы состояли. Вот второй замечательный вопрос, что было до того момента, когда началось расширение. Мы тоже не знаем, мы вряд ли узнаем в ближайшие годы. Но вот первое, что важно понять, что Вселенная имеет конечный возраст, поскольку из этого немедленно следует второй замечательный факт. Мы не можем видеть очень далекие объекты, просто по той причине, что свет от них до нас еще не добрался. То есть представьте, что одновременно во Вселенной идут какие-нибудь, кому что нравится, футбольные матчи, баскетбольные матчи, что хотите. И все они передают трансляции. Так вот, откуда-то матч уже давно закончился, а сигнал к нам еще не попал. То есть мы, глядя на далекие объекты, всегда видим их в прошлом. Это, кстати, видно даже по телевидению, когда, например, ведущий сидит в студии, а гость у него где-нибудь на другом конце земного шара, и они переговариваются. И разговор выглядит всегда немножечко странно. «Добрый день, Джон!» «Добрый день!» Не потому что, Джон, такой тормоз, а потому что сигнал очень долго туда и обратно добирался. Возникает эта задержка. То есть если вы рулите марсоходом, он быстро у вас едет, и вы видите на экране перед собой яму, это значит, что ваш марсоход, как у Говарда, уже там давно. И получается, с других планет сейчас видят прошлое, которое происходит у нас. Присходило. Да, но если мы говорим о планетах Солнечной системы, это вот маленькая задержка, часы, может быть, то для действительно далеких объектов это миллиарды лет. И, соответственно, нам, возвращаясь ко Вселенной, нам доступна для наблюдения некая конечная область. Мы просто дальше ничего не видим по неким фундаментальным причинам. Мы знаем, что прямо вот там Вселенная не обрывается, мы никаких следов никакой стенки не видим, но насколько она больше и что там происходит дальше, мы, строго говоря, не знаем. Мы можем строить какие-то модели, говорить, что как минимум она там о несколько процентов, может быть, десятков процентов, в два раза больше, чем то, что мы видим, но дальше это только гипотеза. Так вот, оказалось, что наша Вселенная состоит, бог знает из чего. То есть все вокруг у нас в конечном счете состоит из протонов, нейтронов, ну и электронов, чтобы заряд был нейтральный, поскольку все вокруг обычно током не бьется. Так вот, это обычное вещество, протоны и нейтроны. Оказывается, что Вселенная в основном состоит не из протонов и нейтронов, а из чего мы не знаем. Давайте разберемся, как люди вообще это впервые начали понимать, и когда они поняли, что это не черные дыры. Итак, вообще вся история началась в 30-е годы. Был такой человек Цвики, который изучал скопление галактик. Скопление галактик – это очень просто. Вот эти крючочки – это галактики. Их много, они скопились. Одна из них – это мы? Ну, например, мы смотрим на далекие, поэтому, когда мы смотрим на толпу людей, мы никогда не один из них, просто потому что мы стоим тут и смотрим. На нашу галактику мы, как бы нам не хотелось, со стороны взглянуть не можем. Вот есть скопление галактик. Мы можем померить скорость этих объектов и попытаться понять, эти штуки разлетятся или не разлетятся. Они удерживаются взаимным протяжением. Мы знаем скорости, мы знаем, что они не разлетаются, поскольку им сотни миллионов лет, миллиарды лет. Значит, мы можем примерно оценить массу вещества в этом скоплении, неважно, из чего оно сделано. А после этого мы посчитаем массу видимого вещества. Масса видимого вещества. И окажется, что она намного меньше, чем та масса, которую мы оценили. То есть в скоплениях галактик есть большое количество вещества, которые мы не видим. И появился термин «темная материя» или «темное вещество». Строго говоря, он появился на параллитр раньше в связи с похожей историей внутри нашей галактики, но действительно массово популярен он стал в связи с этими работами. Потом люди шли дальше, появились рентгеновские наблюдения. Стало ясно, что все скопления галактик погружены в такие облака горячего газа. Когда я говорю горячий, он действительно горячий. Там температура десятки миллионов градусов. Этот газ, конечно, тоже хочет разлететься. Он очень быстро двигается. Но не разлетается, его удерживает большая масса. Масса какой-то «темной материи». Так вот, люди начали рассуждать, что же это может быть за «темная материя». Поскольку тогда, кроме протонов, нейтронов, особенно ничего не знали, начали придумывать разные объекты, из которых можно сделать. То есть холодный газ, который не видно, пыль, черные дыры, какие-то кирпичи, планеты, белые карлики, все что угодно. Так вот, на протяжении нескольких десятилетий все это было отброшено. Отброшено очень надежно. И, наконец, был вбит прямо такой основной гвоздь. Мы научились оценивать вообще количество обычного вещества во Вселенной. Прямо вот в абсолютных единицах. Что в объеме таком-то содержится не больше, чем обычного вещества. И оказалось, что обычного вещества никогда не хватит, чтобы это объяснить. Значит, нужно что-то другое. Это вещество, оно может собираться в куче. Его примерно в пять раз больше, чем обычного вещества. И мы не знаем, что это такое. Сейчас есть такая серьезная уверенность, что это какой-то вид элементарных частиц. Теоретики приходят с огромным количеством идеи, и из каждого кармана начинают доставать эти частицы, написанные в виде уравнения на бумаге. Нужно их как-то поймать. Что делают астрономы? Астрономы видят какие-то свидетельства через гравитацию, через то, что эта темная материя все равно притягивает. Давайте посмотрим на слайд. В прошлом году появился замечательный результат. Что здесь видно? Это два скопления галактик. Верхнее двойное, но это не важно. Два скопления галактик. И мы можем... Скажите, пожалуйста, простите, а известно хотя бы примерно, сколько галактик в нашей Вселенной? Ну, опять-таки, мы можем говорить о видимой части. И здесь идея очень простая. Мы, конечно же, не можем маленькие галактики пересчитать где-то далеко, но мы видим, что Вселенная везде в большом масштабе примерно одинаковая, поэтому мы оцениваем их количество в каком-то местном объеме и дальше просто умножаем. Поэтому, в принципе, количество галактик в видимой части Вселенной, оно известно. Оно довольно большое. Так вот, эти галактики любят собираться в скопления. Два скопления галактик. И мы можем определить... Вот контуры это грубо показывают. Как там распределена масса. Масса чего угодно. Делается это очень красивым способом. Есть такой замечательный эффект – гравитационное линзирование. Массивное тело искажает пространство вокруг себя. И это чувствует все, что тут двигается. В том числе и свет. Свет, он как бы по определению пытается двигаться по прямой. Но если само пространство искажено, если на дороге яма, то как вы не пытаетесь ехать прямо, вы не проедете прямо. Свет чувствует эту гравитационную яму и отклоняется. Поэтому, когда мы смотрим на далекие галактики за этими скоплениями, сквозь скопления, мы видим их немножко искаженными. Примерно как в кривом зеркале. И по этим искажениям мы можем определить массу в скоплении. Так вот, оказалась удивительная вещь, что у нас есть одно скопление галактик, другое. А масса распределена везде примерно одинаково. То есть вот тут вещества примерно столько же, сколько тут и тут. Но ничего не видно. То есть это темное вещество. И в прошлом году впервые прямо удалось показать наличие темного вещества вообще там, где мы галактик не видим. Очень красивый результат. То есть астрофизики, в общем-то, не сомневаются, что темное вещество есть. Осталось его как-то поймать. И в ближайшие несколько лет это в принципе можно будет сделать. Есть несколько способов. Физики, конечно, хотят сделать это в лабораториях. Есть очень много экспериментов. Люди пытаются найти этот эффект. Очень грубо это выглядит так. Вы глубоко под землей, чтобы не мешали никакие космические частицы, помещаете ваш детектор, то есть какой-то объем вещества, где, грубо говоря, вы можете следить за каждым атомом. Вы окружаете его защитой, которая не то, что не пропустит частицу, но если частица все-таки какая-то пролетит, защита это почувствует. Она, по крайней мере, скажет, что барьер чем-то преодолен. Итак, вы сделали это. Ничего у вас не пролетает. И вдруг вы видите, что один атом скакнул, а потом вернулся обратно. То есть его что-то толкнуло. Это должна быть частица темного вещества, потому что они, эти частицы, плохо взаимодействуют с обычным веществом. Ну, насколько плохо. Через вас сейчас пролетает их огромное количество. Ну и через меня, чтобы вам не казалось обидным. Но мы это не чувствуем. Очень плохо частицы с нами взаимодействуют. Но редко-редко такие взаимодействия происходят. Естественно, мы не почувствуем, если у нас там внутри какой-то атом немножечко дернулся. Но в этих детекторах люди надеются это сделать. И это первый путь в ближайшее время что-то найти и понять, из чего сделана Вселенная. Второй путь немножко другой. Есть, как мы знаем, вещество и антивещество. Частицы и античастицы. Если вы складываете... Что произойдет, если сложить кирпич из вещества и антивещества? Да, произойдет аннигиляция. Тут будет воронка размером с квартал. Выделится очень много энергии. Если мы складываем частицы и частицы, много энергии не выделится, но будет генерироваться излучение. Соответственно, если где-то такой процесс идет довольно часто, то будет поток излучений. Где это может происходить? Там, где больше массы. Скажем, в центрах галактик, в скоплениях галактик. И люди ищут этот лишний сигнал. Опять-таки, это очень актуальная задача. И поскольку соответствующие телескопы, гамма-телескопы, существуют, строятся, работают, то есть надежда, что опять-таки в ближайшее время эта задача будет решена. И это будет, конечно, колоссальный прорыв. Мы действительно гораздо больше узнаем о том, из чего сделана наша Вселенная. Соответственно, если сейчас люди зафиксируют сигнал движения этих частиц, то что нам это даст? Мы узнаем, из чего сделана наша галактика. И, соответственно, это даст нам ответ, что представляет собой темная материя? Да. То есть это будет совсем однозначный ответ, что же такое темное вещество, темная материя, если мы поймаем эти частицы или увидим сигнал от аннигиляции частиц темного вещества, что, конечно, крайне интересно. Сигнал идет одинаковый при аннигиляции частиц и при их соединении. В смысле, и при удачном соединении частицы и частицы, а не частицы и античастицы. Ну, для аннигиляции нужна аннигиляция. То есть нужно, чтобы частица взаимодействовала с античастицей. В некоторых случаях частица сама себе античастица. То есть тогда она, придя во взаимодействие с любой другой частицей такого же типа, аннигилирует. Так что все равно нам нужно искать какое-то скопище этой темной материи, чтобы видеть такой процесс. И в наиболее... А скорость излучения одинаковая? Поскольку это электромагнитное излучение, то у всего электромагнитного излучения скорость одинаковая и равна скорость света. Так что тут, к счастью, все просто. А вы говорили, что темная материя, она как бы придерживает Вселенную. Есть ли вероятность, что вообще этой материи нет, просто Вселенную контролирует какой-то высший разум? Вот так. Нет. Тем не менее. Есть, например, другая интересная возможность. Периодически люди ее обсуждают. Например, мы плохо можем знать, как работает гравитация. То есть мы привыкли, кто с 8-го, кто с 9-го класса, писать F равняется Gm1, M2 делить на R квадро. Закон всемирного тяготения. Все привыкли. Ну, писать-то уж точно приходилось, даже если все забыли благополучно. Есть закон всемирного тяготения. Может быть, на больших масштабах он ведет себя по-другому. То есть, может быть, вот не лишнее вещество надо добавлять, а менять гравитацию. Но здесь смотрите, какая штука. Дело в том, что мы видим свидетельство существования темного вещества на разных масштабах. Мы можем изучать движение звезд в нашей галактике и видим, что оно происходит таким образом, что в масштабах нашей галактики, это десятки тысяч световых лет, должно быть темное вещество. Дальше мы смотрим на скопление галактик. Там тоже мы видим эффект, и там размеры уже миллионы световых лет. То есть совсем другой масштаб. Наконец, мы переходим на такие уже масштабы больше, сотни миллионов, миллиарды световых лет, и видим такой же эффект. То есть было бы странно, если бы нечто действовало так, как будто есть темное вещество на разных масштабах. Вы не можете один раз изменить формулу закона всемирного тяготения, чтобы это все определить. А что касается высшего разума, ну, понимаете, это в принципе плохая гипотеза, я объясню почему. Ну вот смотрите, простой вопрос. Какого цвета моя рубашка с той стороны? Рубашка. Окей. Ну, красная тоже смелый ответ. Почему вы так думаете? Ну, наивно, потому что она черная с этой стороны, да, и вы привыкли, что она такая. Хорошо. Но, допустим, давайте это проверим. Я повернусь. Она действительно черная. Однако это не противоречит тому, что существует материал, который меняет свой цвет всякий раз, когда я поворачиваюсь к вам. Ух ты! Поэтому, в принципе, цепляясь так долго, вы можете какую угодно сгенерировать теорию. Поэтому, конечно, занимаясь естественными науками, мы находимся в рамках каких-то гипотез, повторяемости экспериментов и так далее. Поэтому, в принципе, это сразу исключает возможность, ну, грубо говоря, чудес в истинном смысле. Поэтому просто в рамках науки, как минимум, они не обсуждаются. Там совершенно второй вопрос. Верите вы в них или не верите? Но важно, что естественная наука существует в тех рамках, когда такие странности просто невозможны. О том, что происходит за пределами нашей планеты, есть ли там какие-то чудеса, мы узнаем через пару мгновений. Оставайтесь на канале О2. Мы продолжаем программу «Факультатив» на канале О2. И сегодня мы разбираем те чудеса, которые творятся во Вселенной, что происходит за пределами нашей планеты, «Что еще есть во Вселенной, кроме планет и звезд?» Мы сегодня разбираем, что же там есть с нашим гостем Сергей Попов. Спасибо. Доктор физико-математических наук поможет нам разобраться с этой историей. Сергей, скажите, а что нужно сделать, чтобы стать астрофизиком? Вот куда можно пойти учиться? В разных странах немножечко по-разному выглядят траектории такие. В принципе, у нас в том числе есть действительно прямо астрономические отделения. То есть вы поступаете, у вас специальность астрономия, это есть на физфаке МГУ, на Матмейхе в Питере, это есть в Казани и в Екатеринбурге, если я не ошибаюсь. С другой стороны, в принципе, человек становится ученым действительно примерно на уровне аспирантуры. И в мире, и не только в мире, чаще всего астрофизики первую, а иногда и вторую степень получают по физике, а потом вот на стадии аспирантуры начинают заниматься астрофизикой. Уже проследовались. Да. Соответственно, у нас есть замечательные астрофизики, которые заканчивали физтех, физтех, питерский политех, МИФИ, еще некоторые физические институты. И в мире, повторюсь, это скорее более типично, вначале закончить какой-то физический факультет, а потом двинуться дальше. Мы с вами планировали разобрать какие-то проблемы, которые есть, актуальные проблемы в астрофизике. Мы уже говорили про темную материю. Что еще? Итак, мы поняли, что Вселенная имеет конечный возраст. Она расширяется, она начала расширяться из горячего плотного состояния. Это очень надежные данные. Вот так оно и есть на самом деле. Это хорошо независимо измерено. Итак, если у нас вначале вещество было плотное и горячее, оно расширяло, становилось менее плотным и остывало, появились в какой-то момент протоны-нейтроны, попытались собираться ядра более тяжелых элементов, но дальше гелия дело по большому счету не пошло. Потом вещество остыло, и Вселенная оказалась, может быть, не пуста, то есть точно не пуста, но довольно-таки безвидна. Это темная Вселенная, заполненная газом, которая потихонечку остывает, имеет температуру, может быть, тысячу градусов, несколько сот градусов, и там пока нет никаких звезд. Но в какой-то момент звезды появляются, мы их видим. Откуда они взялись? Вещество с самого начала не было распределено однородно. Где-то его было побольше, где-то его было поменьше. И там, где его было побольше, эти места начали притягивать на себя больше вещества. То есть возникали облака из темного вещества и обычного вещества. Звезды формируются из обычного вещества, но темного больше, и обычное течет туда, где больше темного. Идея очень понятная. Если вы едете в час пик в переполненном каком-нибудь транспорте, метро, трамвай, троллейбусе, автобусе, неважно. И всем сейчас выходить, а вам не выходить, вы тоже выходите. Вот это темное вещество у вас все равно вынесет его больше. Так вот, точно так же обычное вещество текло в центры этих облаков. И, наконец, примерно через 100 миллионов лет после начала расширения, после большого взрыва, если угодно, начали загораться звезды. Это нам говорят теоретики. Это показывают модели, это показывает численное моделирование, но мы не видим первых звезд. Вот следующая очень понятная, очень актуальная и заведомо выполнимая задача ближайших лет – это увидеть самые первые звезды, увидеть самые первые галактики, которые потом начали собираться. Почему это сделать тяжело? Во-первых, это было давно, то есть объекты должны быть далекими. Мы, глядя вдаль, смотрим в прошлое. Соответственно, нам нужно видеть далекие объекты. Мы хотим увидеть действительно звезды. Нам далекие галактики, это трудно разглядеть. А в галактиках сотни миллиардов звезд может быть. А здесь вопрос об обнаружении одной звезды. Это первая проблема. Во-вторых, Вселенная расширяется. И в ней расширяется более или менее все, что не является связанной структурой. Что такое связанная структура? Вот там находится галактика, и там находится галактика. Их так много, что они точно где-то там находятся. Они удаляются друг от друга, расширяются Вселенной. Между двумя этими галактиками находится моя голова. Расширяется ли моя голова? Ответ – нет, не расширяется. Если у меня есть такое ощущение, проблема не во Вселенной. Совершенно точно. Голова является связанной системой. Луна не удаляется от Земли, не расширяются твердые тела вокруг нас из-за этого процесса. Но фотон, частица света, квант электромагнитного излучения, он растягивается. Вселенная расширяется, и фотон растягивается. Звезда когда-то испустила квант видимого света, но с тех пор Вселенная растянулась примерно в 10 раз. Квант видимого света – это то сияние, которое мы видим? Электромагнитное излучение, оно состоит из частиц. То есть мы можем прямо их отдельно регистрировать. Ну, глазам довольно тяжело, но вот электронные приемники, да или не электронные, они прямо вот показывают вам, что излучение состоит из частиц. Вот эта частица, она одновременно является волной. У нее есть определенная длина волны. Так вот, пока частица летела от первой звезды к нам, она растянулась, растянулась в 10 раз. Вот эта длина волны увеличилась в 10 раз. Был видимый свет, остыл инфракрасный. То есть нам нужен большой телескоп, работающий в инфракрасном диапазоне. Проблема в том, что с Земли работать в инфракрасном диапазоне трудно, нам атмосфера мешает. То есть телескоп еще вдобавок надо запускать в космос. Вот следующий большой проект космического телескопа – это как раз телескоп, который должен, это его основная задача, увидеть самые первые звезды галактики. Телескоп имени Джеймса Уэбба. У него диаметр будет несколько метров, и давайте поймем, что это сложная техническая задача. Диаметр, самый главный параметр у телескопа – диаметр зеркала. Диаметр космического телескопа имени Хаббла примерно 2,5 метра. 2,4. Почему не больше? Почему не 3, не… 10, почему не 10? Да, почему, какие есть идеи? Нет, на Земле есть 10-метровые телескопы, и мы будем строить больше. Не в этом можем сделать. Солнышко слишком ярко светит. Нет, всегда телескоп вот яркого Солнца поворачивается, ему нельзя на Солнце наводиться. Диаметр ракеты, которая… Совершенно верно, больше не влезало в шаттл. То есть вот прямо этот размер, он соответствует, ну, со всем остальным вокруг, грузовому отсеку шаттла. Соответственно, следующий космический телескоп, он будет больше, и он будет раскладной. Это фантастически сложная задача, это зонтик легко сделать, а вот зеркало телескопа сделать раскладной. Эта задача очень тяжелая, но есть уверенность, что он полетит через несколько лет. Это приоритетная задача для НАСА. И через несколько лет мы должны увидеть первые звезды, это страшно важно. Мы действительно увидим первое такое настоящее сияние во Вселенной после того, как она остынет. Итак, первые звезды, они были очень массивными. Звезда имеет какой-то срок жизни. Собственно, звезда почему светит? Откуда у нее энергия берется? Потому что идет реакция гелия с водородом. Правильно, водород в гелии. Это настолько важная реакция, что один из лучших рок-альбомов, одной из лучших групп, именно Вангерграф Генератор, а так и называется. Водород в гелии. Легко запомнить. Так вот, да, водород превращается в гелий. Гелий потом может превращаться дальше в углерод, азот, кислород, если звезда тяжелая. Но так будет идти небесконечно. Когда-то все эти реакции закончатся. У звезды закончатся источники энергии, и тогда гравитация побеждает. Гравитация есть всегда. Есть гравитация, которая стремится уронить меня на пол. И стул мне мешает упасть. Если сопротивляемость стула резко упадет, то я упаду. Если у звезды внутри закончились источники энергии, она начинает схлопываться. Если это тяжелая звезда, она превратится в черную дыру. То есть схлопывание идет настолько сильно, что возникает область пространства, которая так окуклилась. Вот мы говорили в самом начале, что тяжелые тела искривляют пространство вокруг себя. Но вот это пространство можно искривить настолько сильно, что внутрь попасть будет всегда можно, а вот наружу выбраться уже нельзя. Пространство так искривилось, что вы назад попасть не можете. Это, в общем-то, и есть черная дыра. То есть существование черных дыр действительно подтверждено? Или это теория? Это замечательный вопрос. Это беда черных дыр. Это такой объект, который очень трудно подтвердить. У нас есть хорошие кандидаты в черные дыры, но, как обычно, мы их видим. Почти всегда. Мы не видим саму дыру. Вот черная дыра, давайте ее сделаем черной. Было бы интересно сделать ее дырой. Мы ее не видим. Мы можем видеть вещество вокруг. Если вещество падает в черную дыру, то что с ним будет происходить? Если мы просто возьмем камень, бросим в черную дыру, он падет в черную дыру. Это неинтересно. Но упадет он в нее со скоростью света. Это будет иметь отношение к дальнейшему. Но если, например, звезда находится в двойной системе. Здесь есть вторая звезда. И вещество с этой звезды начинает перетекать на черную дыру. Просто при... Вот. Тоже хороший вопрос. Нет никакого специального эффекта засасывания. Вот упал предмет. Мы не говорим, что его присосало к полу. Ну, то есть, если вам нравится, вы можете так говорить. Но это немножечко неправильно. Его притянуло. И все падает в черную дыру просто потому, что они тяжелые. Никакого специального эффекта засасывания нет. Итак, вещество течет в черную дыру. И оно будет закручиваться в диск. И здесь уже становится очень интересно. Потому что скорость вещества в диске тоже порядка скорости света. Все, что падает на черную дыру, разгоняется. И вы понимаете, что если вы возьмете кирпич, разгоните до скорости света и столкнете его с другим кирпичем, который движется со скоростью света, ну, прямо до вы разогнать не сможете, неважно, то выдалится очень много энергии. Идея понятна. Так вот, здесь у вас течет газ, много течет, гораздо больше, чем в одном кирпиче. Собственно, там течет... Получается, что за несколько сотен лет может масса Земли, например, перетечь. Со второй звезды. Звезда очень хороший источник массы. И вот это вещество будет ярко светиться. Оно будет разогреваться, потому что оно трется с большой скоростью само себя. Это, получается, диск еще вокруг черной дыры. Да, вот это вещество не упало, поэтому мы его видим. То есть вот отсюда к нам приходит излучение, вот стоим мы и все это наблюдаем. Это именно диск? Чаще всего это диск. Это очень естественно. Вот в Солнечной системе, например, все планеты крутятся в одной плоскости, а не каким-то случайным образом. А почему это именно диск? Он имеет какую-то плоскую форму? Это что-то черная дыра превращает его в такую форму? Это некая очень общая вещь. Вот опять же, проще объяснить, почему в Солнечной системе все плоско. Вначале было облако газа и пыли, которое немножечко вращалось. В космосе все вращается. Вот если читали Нового Жульвера, Нового Бродского, там есть замечательная фраза, что в воде все извивается. В космосе все вращается. В космосе все вращается, крутится облако и сжимается. А дальше есть простой эффект, который все видели, например, смотря фигурное катание. Крутится фигурист, потом прижимает руки и начинает крутиться быстрее. Соответственно, облако, сжимаясь, начинает крутиться все быстрее и быстрее. Но веществу очень трудно двигаться к оси. Вращение ему начинает мешать. Ему очень легко осесть в плоскость. Там этому процессу вращение не мешает. И поэтому, если что-то течет и вначале вращается, здесь все вращается, потому что двойная система крутится. Черная дыра и звезда вращаются вокруг общего центра массы. Вещество крутилось уже, и поэтому оно всегда превратится в диск. Ну, почти всегда. Так что диск – это самый частый случай, поэтому есть такие красивые картинки. Прям вот так, еще более красивые. Я рисовать не умею. Тут звезда течет, диск, тут такие струи бьют. Все это очень красиво. На самом деле, кстати, так не видно. Даже если подлететь поближе, вблизи будет еще интереснее. Черная дыра, она сильно искажает пространство вокруг себя. И вот, возвращаясь к цвету моей рубашки, если бы я был, мы не черной дырой, а нейтронной звездой, например. Замечательный процесс. Вот здесь свет идет к вам, и все. Ничего больше интересного нет. Но если бы я был очень тяжелым объектом, то пространство вокруг меня было бы настолько искривлено, что свет шел бы и вот так к вам. То есть вы видели бы мой затылок. Поэтому, глядя на этот диск, мы бы видели его сзади немножко припутнятым, потому что свет по кривым траекториям шел бы к нам. Довольно, наверное, красивый эффект. Можно скачать мультики, посмотреть, это можно посчитать. Подлететь так близко мы не можем, или увидеть в таких деталях пока не можем. Но можем посчитать, как это происходит. Так вот, возвращаясь к черным дырам. У нас есть хорошие кандидаты в черные дыры, потому что мы видим, например, двойные системы. Течет вещество. И мы знаем, что там есть маленький объект. Мы знаем его массу, то есть мы знаем его размер, знаем массу и знаем, что он не светится. Ну или мы никогда не можем сказать, что он совсем не светится. Можем сказать, что он светится очень слабо. А дальше мы берем наши физические модели и начинаем придумывать, что мы можем сделать, чтобы объект имел размер, скажем, 20 километров, весил 20 масс солнца, но почти ничего не излучал. Ответ мы можем придумать только черные дыры. Ничего другого просто по большому счету на рынке идей не существует. Люди постоянно пытаются что-то придумать, но... Как у дыры может быть масса? Опять-таки, возвращаемся к тому, как они появляются. Или, если хотите, к массе, как хотите. Смотрите, мы говорили про эти скопления галактик, которые у нас там на мониторе. Мы по линзированию видим просто массу. Мы видим, как искривлено пространство. Пространство искривлено какой-то массой. И мы все равно можем определить массу. Мы видим, как вот эта звезда крутится вокруг черной дыры. Нам не важно, что в середине. Вот если сейчас солнце заменить на черную дыру такой же массы, мы ничего... Вот сидя здесь, в закрытой студии, мы ничего не узнаем. Просто Земля так и будет крутиться. Она чувствует только массу. Неважно, из чего она сделала. Вот масса и все. Это как вот вы отсылаете посылку. Там 10 килограмм чего-то. Неважно чего. Ну, если вы не присылаете что-то запрещенное, но это специальные люди, которым это... Если курьеры вам просто нужно отнизить, это просто тяжело. Вы несете, и вам все равно 10 килограмм чего. Или там 10 килограмм книг. Интересны они или неинтересны, абсолютно не важно. Важно, что 10 килограмм. Так что массу мы знаем. И, повторюсь, мы думаем, что это черная дыра, потому что мы не можем придумать другую хорошую идею, чтобы сделать маленький объект тяжелый, и чтобы он сам по себе ничего не светил. А я правильно понимаю? Мы массу понимаем по искажению приходящего к нам света. Ну, в данном случае, если это двойная система, то все-таки мы измеряем массу примерно так же, как мы массу Солнца измеряем. Мы видим, как звезда крутится, мы знаем расстояние между вот этими двумя объектами, мы знаем скорость, с которой звезда крутится, и мы примерно можем посчитать массу черной дыры. Ну, вопрос просто каким-то простым языком хочется задать. Мы видим реальную массу, или мы видим потенциальную массу, скрытую за вот этим черным объектом? Ага. Ну, поскольку все крутится вокруг, то мы видим все, то есть картинка – это то точно, что находится внутри вот этого диска. На это есть ответ, то, что внутри диска. Определение массы, вот еще раз, смотрите, вот я там кидаю предмет, да, вот он падает. В принципе, проведя некие измерения, если мы знаем радиус Земли, мы можем определить ее массу из вот этого бросания. И точно так же мы измеряем массу черных дырков. Масса тех объектов, которые крутятся. Которые в данном случае заставляют крутиться. То, что сидит в центре, то, что заставляет. Они не самой дыры, я так скажу. Сергей, а можно я спрошу у вас? Вы человек-ученый, и, насколько я знаю, все ученые, они верят только в то, что доказуемо, в то, что они видят, то, что можно пощупать, увидеть. Почти все ученые не верят в Бога. У меня такой вопрос к вам. Прокомментируйте. Может такое быть, что все, что человечество сейчас пытается доказать, узнать пытливо, любопытно, ища правду, из чего состоят черные дыры, что такое черная материя, как зажигаются звезды, откуда идет свет. Может такое быть, что мы никогда не доберемся до правды по одной простой причине, что человек – существо, у которого всего лишь пять объектов чувств. Органов чувств. Органов чувств, да. И мы находимся всего лишь в трехмерном измерении. Допускаете ли вы мысль, что измерений может быть больше? Органов чувств может быть больше, которыми мы никогда не уловим то, что есть на самом деле во Вселенной. Окей. Ну, смотрите, с органами чувств проще. Например, у нас нет органов чувств, которые позволяют слышать ультразвук или видеть рентгеновские лучи. Да, у нас есть приборы, которые нам это позволяют. Соответственно, если есть физический процесс какой-то, вот какой-то физический процесс, мы всегда сможем получить информацию об этом физическом процессе и ее визуализовать. Вот как мы получаем рентгеновский снимок или как визуализируется УЗИ. Может такое быть, что Вселенная состоит из тех веществ, или она такая, что мы никогда не найдем тех приборов, чтобы увидеть ее, узнать эту правду, эту истину. Это противоречиво определение, на самом деле. Еще раз, если это физический объект, есть какие-то физические... Ну, вопрос, что значит увидеть. Еще раз, вот есть темное вещество. Я вам показываю, как распределено темное вещество. Мы не видим темного вещества, мы пока не создали никакого прибора, чтобы поймать его частицу. Но мы можем определить, например, как распределено темное вещество в скоплениях галактик, между скоплениями галактик. То есть, если есть какой-то физический процесс, то он по определению рано или поздно поддается изучению визуализации. То есть мы его не изучим, грубо говоря, если человечество вымрет или настолько остановится в своем развитии, что это просто будет сложно. То есть есть, например, много всяких интересных наук, я не могу изучить все не потому, что они сложные, а потому что я столько не проживу. То есть если такой проблемы у человечества не будет, и мы говорим о физическом процессе, то это, безусловно, является объектом или станет объектом естественной науки и может быть естественными научными способами изучен. То есть мир познаваемый, в принципе, у нас есть возможность, шанс его до конца познать. Вы можете, ну, и в смысле философы это давно сделали, вы можете придумать, как вы можете сделать мир непознаваемым, но вам нужно будет выйти за рамки естественных процессов. То есть вы должны придумать что-то, что в естественных процессах не проявляется. Это довольно, кстати, нетривиальная, на мой взгляд, задача. Ну, по крайней мере, это как-то конкретизовать. Но, так сказать, познаваемость физического мира не означает познаваемость мира вообще, в целом. И это не противоречащие друг другу вещи, в принципе. Простите, я вот хотела что спросить, а насколько исследования астрофизики российских ученых опережают исследования ваших коллег в Америке, в Европе? Это первое. Второе. Какую пользу, допустим, стране, планете они приносят? Окей. Значит, первое. Относительно опережания. В принципе, я понимаю, о чем вопрос, но я придерюсь к формулировке. Это некорректный вопрос. Это примерно так же, как спросить, в чем, я не знаю, наши поэты опережают, я не знаю, там, немецкий поэт. Это бессмысленный вопрос. Ну, вы знаете, как раньше говорили, СССР у нас первое, отправили человека в космос. Все, мы снова опередили, вот эта гонка. Нет, сейчас то же самое? Ну, в области естественных наук вот такой подход, он в принципе возможен, вот если мы прямо какое-то соревнование устраиваем. Но все-таки речь идет о том, что фундаментальная наука – это международное занятие. И поэтому правильнее говорить, находятся ли люди на мировом уровне или не находятся, вот это такое более корректное. То есть, как правило, все это люди делают вместе. Ну, вот, скажем, ни одна страна не потянулась делать большой адронный коллайдер в одиночку. ЦЕРН – это огромный коллектив, сильный интернациональный. Поэтому здесь что можно сказать? Нужно понимать, что Россия страна маленькая. Вот реально, если мы говорим не по площади, а по, например, вовлеченности в науку. Россия должна принадлежать, если вот все равномерно размазать, да, где-то несколько процентов научных результатов в мире. Ну, грубо, в астрофизике оно примерно так и есть. Но, может быть, чуть поменьше, потому что по многим причинам. Там кто-то недостаточно вовлечен в такое международное сотрудничество, там плохо финансируется международная программа. Почему-то люди считают, дающие деньги, что проще построить маленький телескоп, но свой. Это довольно смешно, потому что если вы сделаете маленький ускоритель у себя в комнате, вы как на него не смотрите, вы базон Хиггса не откроете. Вам реально нужен большой прибор, и все, а маленький здесь просто не имеет смысла. И сделать его можно только совместными усилиями. Это первое. Второе – про пользу. Про пользу. Но есть один пример совсем простой, я не удержусь, я все равно очередной раз его приведу. Есть ли люди, кто не пользуется Wi-Fi? Нет, это не про нас. Теперь как появился Wi-Fi. Wi-Fi придумали радиоастрономы. Более того, придумал его радиоастроном, который пришел в астрономию, будучи мотивированным идеей Стивена Холкинга об испарении черных дыр. Он хотел их найти. Кстати, буквально в прошлом году был обнаружен радиовсплеск, про который люди думали, что это может быть испаряющаяся черная дыра. Так вот, в ходе своей работы радиоастрономы придумали Wi-Fi. Коммерческие компании пытались это сделать быстрее, но получилось быстрее у ученых. Возникла такая задача, что вот он возник. Но, как вы знаете, интернет в современном виде возник в ЦЕРН. Сергей, позвольте я вас перебью. О том, как появился Wi-Fi, мы узнаем через пару мгновений. Чем вы сейчас пользуетесь и как вы смотрите наш канал? По интернету, кстати? Или по телевидению? Пишите нам по хэштегам и в социальных сетях. Не переключайтесь в СО2. Мы продолжаем программу факультатив на канале О2. Оказывается, то, что происходит в космосе, во Вселенной и во всех галактиках, это очень интересно. И что же... А, мы говорили о том, как произошел Wi-Fi. Правда ли, что нужно благодарить космос за это? Ну, как минимум, нужно благодарить астрономов за это. Соответственно, возвращаясь к вопросу о пользе, действительно. От вообще фундаментальных исследований. Астрономия – это просто частный случай. Во-первых, фундаментальная наука выступает одновременно заказчиком и разработчиком очень высоких технологий. Иначе просто они не возникнут. Их очень трудно... Вообще придумать такую задачу трудно, ее трудно профинансировать. А в рамках научного поиска, который, если вы помните, всегда ведется на пределе, люди вынуждены ставить и решать очень сложные технологические задачи. Это очень здорово – двигать технологию вперед. Поэтому многие современные технологии, они изначально появились в фундаментальной науке. И это очень серьезная польза. Это раз. Во-вторых, если даже мы отвлекаемся от этого, нам нужны инженеры. От инженеров мы знаем, какая польза. На самом деле, хорошие инженеры, в широком смысле, они должны очень рано заинтересоваться наукой вообще. Заинтересовать какого-нибудь пятилетнего ребенка тем, что ему через 25 лет нужно будет проектировать какую-нибудь трубу, довольно тяжело. Его можно заинтересовать только чем-то интересным. Почему светят звезды, что такое элементарные частицы, как работает мозг, как там все эти нейроны устроены. Этим можно заинтересовать. И так будет всю дорогу на самом деле. Соответственно, наука, она выступает в качестве такого очень хорошего мотиватора не только технологического развития, о чем мы говорили, но и вообще роста кадров этих технологических. И очень часто, в мире просто в подавляющем большинстве, люди, получившие научное образование, не идут в науку, не остаются. Просто в науке места столько нет. Она заведомо собирает верхушку пирамиды, по крайней мере, нам так хочется думать, что верхушку. Но по крайней мере, часть людей, которые получают научные степени по каким-то естественным наукам, а большая часть уходит в прикладные исследования, то есть приносить пользу. Но они приходят с очень необычным опытом, опытом научных исследований. Он принципиально отличается. У нас есть иногда проблемы со студентами, когда они получают первую задачу свою. Они психологически не очень понимают, что это задача, ответа на которую у руководителя тоже нет. Эту задачу правда никто не решал. И это очень специфический опыт, он нужен. И, наконец, третья часть, почему нужна фундаментальная наука, этих инженеров кто-то должен учить. И практика показывает, что в самом деле, если в каком-нибудь колтехе инженеров учат нобелевские лауреаты по физике, физики учат, инженеры получаются лучше. Это существенный момент. То есть преподавателям физики, биологии, математики, еще чем их химии, нужно поддерживать свою форму. Им нужно чем-то заниматься. То есть преподаватель должен быть не только теоретик, но и практик? Ну, в данном случае это все-таки он может быть теоретиком, он может быть математиком. Но он должен быть, если мы говорим о высоком уровне, он должен быть действующим ученым. Я не верю, что на самом верхнем уровне преподавания типичная может быть ситуация, когда преподаватель только преподает. Вот он почитал какие-то книжки, он их рассказывает. Он не научит существенным вещам просто потому, что нужно самому заниматься этими исследованиями. Поэтому в итоге наука в тратах человечества – это ничтожно маленькая часть. Самый дорогой телескоп стоит меньше, ну уж точно меньше, чем авианосица. Но меньше, чем много простых вещей, которые есть вокруг нас. Как известно, что большой дронный колледор стоит меньше московской пельцевой автодороги. Но, будучи маленькой частью, она очень сильно завязана на развитии технологии. И поэтому, если угодно, человечество уже находится в ситуации, когда оно вынуждено развивать науку, просто чтобы двигаться дальше. Как раз да, вопрос по поводу развития технологии. Есть такое мнение, что когда предмет проходит через черную дуру, он появляется где-то в совсем другом месте, либо в другом измерении, что-то такое. И так как часто мне приходится пользоваться общественным транспортом, я, естественно, задумываюсь о телепорте. Возможно ли перемещение частиц таким способом мгновенно? Мы не знаем. Да, есть версия, что если ты войдешь в телепорт, то выйдешь ты из него, например, с носом на лбу. То есть частицы неправильно продаются. Теоретически, лично мне кажется, это возможно взять частицы и каким-то сигналом переместить их в другое место. Будь то частицы печали или органические частицы. Вообще ведутся ли работы по разработке? Ну, смотрите, есть две очень разные. Очень важные. Я понял, да. Очень важные. Есть две очень разные идеи. То есть первая идея – это просто взять вас, разбить на атомы, оцифровав. И просто, я не знаю, лазерным лучом по оптоволосу… Послать по интернету. Куда-то вас, да, передать. То есть это проблема, условно говоря, технологическая. То есть, наверное, вряд ли кто-то… Хотя, я не знаю, может быть, мы можем там состояние отдельных элементарных частиц передавать. Мы просто с вами очень сложные существа, нас трудно перелучить. Совсем другая вещь – это вот то, что вы говорили вначале про черные дыры. Есть такая идея, да, есть такая теория, модель, что если там что-то попадает в черную дыру, то потом где-то выскакивает. То есть возникает кротовая нора, короче говоря, не обязательно может быть черная дыра. Кротовая нора. Мы не знаем, есть ли они или нет. Если бы они реализовывались в природе, мы бы видели сами собой существующие выходы. То есть мы бы видели места, откуда бы что-то вытекало постоянно. А если бы это затрагивалось? Это немножко странно было бы. То есть, повторюсь, мы думаем, что Вселенная в большом масштабе везде одинаковая. То есть или эта штука встречается в количестве один на видимую часть Вселенной, тогда это плохо. Если все-таки они встречаются чаще, то входы и выходы должны быть здесь в большом количестве. Их искали, их не видно. Вот черные дыры есть, возвращаясь, а белых дыр нет, условно. Не видно выходов из кротовых нора. Так вот, завершая про черные дыры кусочек, мы пока видим вещество вокруг. И мы не видим сам горизонт, поэтому мы не можем строго сказать, что черная дыра открыта. Но есть замечательный процесс, который может нам позволить открыть черную дыру. Вот двойная система. Обычная звезда и черная дыра. Но со временем обычная звезда тоже может превратиться в черную дыру. Собственно, когда-то черная дыра была обычной звездой. И у нас возникнет система из двух черных дыр. Они крутятся вокруг общего центра масс и потихонечку сближаются. Они крутятся по спирали. И когда-то они сольются. Представьте, у вас два объекта, каждый по 10-20 масс Солнца со скоростью света падают друг на друга. Должна прорыва энергии выделиться. Но как? Это же черные дыры. Куда ее выделяться? То есть одна черная дыра должна поглотить другую черную дыру, мне кажется. Да. Ну, образуется, да, черная дыра, но энергия-то должна выделяться. Она унесется такой экзотической штукой, как гравитационные волны. Это волны пространства-времени. То есть пространство и время можно искажать. И вот по пространству-времени побегут искажения во все стороны. Можно пространство у себя представлять в виде такой эластичной пленки, двумерной пространства. Вот по нему бегут волны. И сейчас построены детекторы, которые впервые спроектированы уже так, чтобы несколько раз в год видеть такие события. Они отработали в первой сборке, скажем так. Сейчас они находятся на апгрейде. В первой сборке они отработали так, как нужно было. Все технологии выдержаны. Кстати, там тоже замечательные технологии были созданы. И было ли видно в итоге что-то? Ну, вот должно быть, чтобы было видно в первой сборке, должно было сильно повезти. Такой процесс должен был бы где-то очень близко произойти, не повезло. Но вторая сборка уже построена на пессимистическом сценарии. То есть даже самые нижние оценки темпа слияния черных дыр должны давать несколько сигналов в год. И поэтому мы думаем, что через несколько лет, то есть речь действительно идет меньше, чем о пяти годах, мы будем регистрировать сигналы от слияния черных дыр. На долгие годы это будет самым надежным свидетельством существования черных дыр. Мы прямо будем видеть, возвращаясь к вашему вопросу, как взаимодействуют горизонты. У нас нет органов чувств, чтобы регистрировать гравитационные волны, но мы можем построить приборы и построили, в общем-то, которые будут это делать. Сергей, подводя некоторые итоги, назовите, пожалуйста, три конкретных задачи, которые сейчас стоят перед астрофизиками всего мира. Ну, смотрите, я все равно говорю, перед астрофизиками всего мира не стоит, нельзя поставить там, какая задача стоит перед спортсменами всего мира. Перед теннисистами не стоит вопрос... Выиграть олимпиаду. Да, вот перед теннисистами или гольфистами не стоит вопрос выступить в Сочи на олимпиаде, к счастью. Так вот, можно выделить десяток актуальных задач, вот о трех мы успели поговорить. Обнаружение темного вещества, обнаружение первых звезд и галактик, обнаружение слияния черных дыр, обнаружение экзопланет с земноподобной атмосферой. Экзопланета – это планета около других звезд. Микрофон дайте, пожалуйста, нашему гостю. Спасибо. По последним данным, Хаббл обнаружил пять таких экзопланет со схожей экосистемой, как у Земли. Нет, там все-таки речь идет немножко о другом. У планет типа Земли мы пока не можем измерять состав атмосферы. Это большие планеты типа Юпитера. Там мы можем измерять состав атмосферы, и там они видят молекулы воды. Просто СМИ корректируют информацию. Ну, да, можно, да, вчитываться в деталях. Есть много хороших научных журналистов, они довольно понятно в итоге пишут и полно. Четвертое – это экзопланеты. Пятое – это узнать, из чего состоят нейтронные звезды. Это очень важная задача. Из нейтронов? Наивно, да, хочется сказать. Конечно, из нейтронов. То есть вы покупаете котлеты из говядины. Из чего она из говядины? Это наивный взгляд. Неизвестно из чего. Очень важно понять, я могу перефразировать, это вопрос, как ведет себя вещество при большой плотности. Как долго вы можете сжимать вещество до того, как оно схлопнется в черную дыру? Следующее – это темная энергия. Наша Вселенная расширяется ускоренно. Интересно понять, из-за чего же. Интересно понять, что было в самом начале расширения. Вот не что было в момент ноль, да? А вот чуть-чуть попозже. Это тоже реальная задача. Как взрываются сверхновые в мелких деталях? Откуда к нам прилетают частицы очень высоких энергий? Вот возвращаясь к вопросу о черных дырах и большом адронном коллайдере. Почему там ничего не могло произойти? Потому что, скажем, на площадь Москвы из космоса раз в год прилетают частицы с энергией почти в миллиард раз больше, чем на большом адронном коллайдере. И это происходит 5 миллиардов лет. Если бы там летало что-то плохое, то все плохое давно бы уже случилось. Поэтому это довольно-таки безопасно. Алексей, как ты можешь понять, перед учеными стоит значительно больше задач, чем просто 3. Да. И, наконец, последний, если хотите, но это не ближайших лет, но ближайших десятилетий, это поиски простейшей жизни в Солнечной системе. Ну и, может быть, давайте, чтобы на память показать вам что-то красивое, давайте мы перелистаем вперед. Вот, предыдущий. Отлично. Вот это замечательное место, где можно в Солнечной системе искать жизнь. Это спутник Сатурна-Инцелад. Это все так и есть. Это фотографии. Вот эти красивости, которые дуют, это вода. То есть из него бьют гейзеры водяные. И подо льдом, спутник Инцелад покрыт льдом, подо льдом есть большие водные пространства, если хотите, под ледные океаны. Ну а даже жизненный опыт нас учит, что если мы надолго, на 5 миллиардов лет, оставим банку с водой, в ней наверняка что-то заведется. Особенно если это банка размером в несколько сот километров. Это спутник Сатурна? Да, это спутник Сатурна. Это планета, в смысле, этот спутник, он больше или меньше Земли? Меньше. Меньше Земли. Спутники планеты, они все меньше Земли, но это довольно большая штука. И вот это место, где даже не надо бурить лед. Долгое время считалось, что жизнь лучше всего искать на спутнике Юпитера в Европе. Но там толстая ледяная кора, ее нужно как-то пробурить. А тут не надо ничего бурить, вода сама выскакивает наружу, только подлетает. Дойдите меня, найдите меня, здесь жизнь есть. Вот смотрите, на канале О2, оказывается, стало известно, что действительно где-то есть вода, и значит, мы можем ждать жизнь на другой планете, верно? Да. Выводов хочется сделать очень много. Ясно одно, что вопросов по теме астрофизики очень много, и что самое важное, получается, это очень интересно, потому что я сегодня получила колоссальное удовольствие от дискуссии про черные дыры, про темную материю. Сергей, я надеюсь, мы можем рассчитывать на то, чтобы увидеть вас вновь. Судя по такому темпу, нам нужно еще пару раз встретиться, чтобы пройтись по этой десятке. Судя по этим темпу, мы обили вопросов, придется встретиться еще раз. Уважаемые зрители, если вы хотите стать участником нашей дискуссии, пишите нам в социальных сетях или просто следите за новостями, потому что стать членом нашей аудитории не так сложно. Приезжайте и участвуйте. Сергей Попов, доктор физико-математических наук, сегодня был у нас в студии на программе «Факультатив». Спасибо вам большое. И аудитория, спасибо большое, что вы сегодня пришли и были так активны. Ну а я, Маша, это программа «Факультатив». Следите за обновлениями, оставайтесь на канале О2. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok